8 мая американский президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты выходят из соглашения с Ираном по ядерной программе. Он заявил, что США возобновят действия санкций в отношении Ирана. Американский лидер обвинил Иран в разработке ядерного оружия вопреки условиям сделки. Резкая критика в адрес США от союзников вполне понятна, ведь сделка была чуть ли не единственным инструментом сдерживания на Ближнем Востоке. Но Трамп поступил по-своему, проигнорировав даже мнение Меркель и Макрона, которые лично прилетели в Вашингтон, чтобы переубить коллегу, что, похоже, не удалось. Соединенные Штаты, значит, одуматься, призывать Соединенные Штаты еще раз ценить сложивуюся международную обстановку, так сказать, не разрушать тот нормальный режим международный отношения Ирана, который уже сегодня сформировался и доказал, что это правильный, справедливый режим. Эксперты предупреждают, что санкции США против Ирана ударят по нефтяному и автомобильному рынку Европы, а также по поставщикам самолетов. Кроме того, решение Трампа о выходе из ядерной сделки с Ирана подрывает доверие к любым договорам США. Естественно, что новые санкции против Ирана и разрыв со стороны США ядерной сделки с Ираном сильно ослабят позиции Европы и нанесет большой ущерб европейской экономике, если Европа поддержит эти санкции. 8 мая президент России Владимир Путин заявил, что считает необходимым отвязать российскую экономику от доллара. По его словам, нефть торгуется на бирже в долларах и России необходимо освободить себя от этого бремени, поскольку монополия доллара ненадежна и опасна. Постепенно процесс отказа от расчетов в долларах происходит. Он происходит все последние годы. Не только в отношениях с Ираном, но и в отношениях с Китаем, с Турцией, с Индией, со странами БРИКС. Этот процесс снижает экономическое влияние США на мировом рынке. И чем дальше этот процесс будет продолжаться, тем больше будет уменьшаться влияние американской валюты. Стоит отметить, что вне зависимости от успеха новых санкций, Китай вряд ли сократит закупки иранской нефти. Кроме того, Тегеран может найти союзника в лице России, которая также находится под американским санкционным давлением. Что касается европейских компаний, то, вероятно, они не захотят терять возможность ввести торговые дела США и будут соблюдать санкционный режим. Тем не менее, ожидается, что европейские лидеры будут работать над тем, чтобы соглашение осталось в силе. Иран в основном завязан на отношениях с Китаем, Россией и Европой. Поэтому вопрос сейчас в том, насколько Европа будет готова поучаствовать в новых санкциях. Если Европа поддержит американские санкции, иранским компаниям придется переориентироваться на китайский, российский рынок и иные рынки, которые для Ирана остаются доступными. Но самое серьезное, как отмечают аналитики в США, Европе и на Ближнем Востоке, это то, что теперь уровень доверия к сделкам с Вашингтоном безвозвратно подорван и Штаты постепенно теряют право на моральное лидерство в мире. Диана Шилова, Леонард Абельтьяров, Универньюс.